К нашему эфиру присоединяется дипломат, эксперт-нежнародник Руслан Осипенко. Здравствуйте. Руслан, приветствуем. Приветствую, студия. Руслан, скажите, пожалуйста, в свете изменения правил, в свете той реальности, в которой мы находимся сейчас, насколько Украина приблизилась к полноправному членству в Европейском Союзе? Ну, с моей точки зрения, мы делаем много для того, чтобы приблизиться и двигаться в этом направлении. Для нас это вопрос выживания, это не просто движение и присоединение к Союзу. Если мы не сможем присоединиться к Европейскому Союзу, с НАТО у нас вообще тяжело вопрос, так сказать, будет стоять. Я думаю, после встречи Байдена и Си Цзиньпиня, потому что Китай против расширения и укрепления НАТО, однозначно. А Украина может значительно усилить НАТО. Поэтому нам остается Европейский Союз, одно направление, для того, чтобы выйти из сферы влияния России. То есть, вступление в ЕС, это окончательно отрезает вот эту пуповину от сферы влияния Российской. И мы окончательно переходим под зонтик безопасности Европы. Есть определенные шаги, которые Украина должна выполнить. Это понятная процедура, понятные правила. Но вы уже вспомнили о встрече Байдена и Си. Это очень важный момент, который хотелось бы еще проговорить. Как вы считаете, что эта встреча даст для мира и для Украины? Первое и самое важное для мира, я думаю, Соединенные Штаты и Китай сделают шаг назад от пропасти. Имеется в виду для того, чтобы не началась, для того, чтобы их конкуренция не переросла в горячий конфликт. То есть, шаг от войны назад. И это будет самое важное. Плюс к тому, я думаю, будут приняты решения по ядерному оружию. Какие они будут, мы посмотрим. Или это запрещение испытаний, или распространение, или угрозы ядерным оружием. Но что-то будет сказано о ядерном оружии однозначно, потому что это ключевой момент безопасности современной. Если есть страны, которые угрожают ядерным оружием, шантажируют ядерным оружием, не как оружием сдерживания, а как оружием для наступления, то в любой момент этот ящик Пандоры может открыться, и тогда мир будет повергнут в хаос. Вот две державы, ответственные Соединенные Штаты и Китай, должны договориться, как сделать так, чтобы этого не произошло. Как это может отразиться на Украине? Я думаю, что первое и самое важное прекратится шантаж России ядерным оружием или ударами, нанесением тактических ударов по тому же НАТО, по Украине, по другим странам, как Россия любит угрожать всех в ядерный пепел. Руслан, прошу прощения, потому что главным сдерживающим фактором является Китай в этом вопросе? Китай имеет влияние, и он будет его продавать. Ну, скажем так, он будет торговаться своим влиянием. Он не является сдерживающим, ну, по сути, по сути, да, он является сдерживающим фактором, но он себя таким не считает. Он считает, что имеет влияние, и это влияние, то есть он создал такие предусловия, в которых ключ от решения многих вопросов находится у него в руках, и он может включить свое влияние или не включать, или остаться в стороне, остаться нейтральным, сохранив лицо вот перед, например, странами глобального юга, что он за мир, что он за то, чтобы все, значит, за баланс в мире, за процветание, за торговлю, там, за все хорошее, в общем. Но не будет влиять на плохих ребят, которые являются прокси Китая. Мы же знаем, что Иран и Россия – это прокси Китая. А в свою очередь, допустим, прокси России и Ирана – это та же Хизбалла и тот же Хамас. И можно так продолжать вот эту цепочку. Ну, имеет влияние Китай в таком случае, например, на события на Ближнем Востоке? Конечно, имеет. Может ли он повлиять на Иран, который является поджигателем, и Москву, который является поджигателями Ближнего Востока? Конечно, может. Но Китай будет смотреть, что ему предложат взамен, какие его национальные интересы будут удовлетворены во время переговоров. Это вопрос торга. Минус ядерный шантаж со стороны Российской Федерации. Какие еще положительные последствия может подобная встреча иметь для Украины? Очень важный момент после вопроса безопасности для Китая, с моей точки зрения, экономический вопрос. Почему? Потому что в стратегии Китая приход к мирному возвышению как раз через экономику. Китай планировал стать экономической державой номер один и свой экономический авторитет трансформировать в политическое влияние. А если у вас идет разделение, то есть отсутствует глобализация, когда вы как производственная база не можете продавать свои товары в лагерь противника своего, потому что рынки сбыта находятся в Европе и в Соединенных Штатах, а это лагерь противника, то вы не можете реализовать свою стратегическую задачу. Поэтому вам надо возобновление глобальной торговли, вот этих производственных и логистических цепочек, чтобы успокоились вот эти конфликты, не разжигались, и вы могли спокойно продолжить торговлю, таким образом зарабатывая или расширяя свой потенциал. Как вы будете использовать этот потенциал, это уже другой вопрос. Но нужна стабильность и предсказуемость на ближайшие какие-то годы. Поэтому будут рассматриваться и возвращения к нормальным торговым отношениям. Тема Ближнего Востока уже сейчас актуальна и она развивается. И США заявили о повышенном риске распространения конфликта на Ближнем Востоке, на другие части региона. Как нужно понимать это заявление? Какие будут реакции? Мы об этом уже говорили. У вас сценарий разработан Ираном. Значит, первая часть спровоцировать, через Хамас спровоцировать Израиль на ответ такой с повышенным использованием силы. Затем на втором этапе втянуть прокси, там ту же Хизбалу, сирийские группировки военизированные, тех же Хуситов группировки, которые якобы никем не управляются, они борются там за... защищают там шиитов якобы, но никому не подчиняются. Вот на втором этапе втянуть вот эти группировки, ударить Израиль, когда он втянется в Газу широкомасштабно, начнет операцию там не отдельными батальонными группами или спецназом, а зайдет войсками регулярными, и армией зайдет, и начнет использовать силу. Вот тогда втянутся на втором этапе вот эти вот парамилитарные группировки, а на третьем этапе это может быть сформирован фронт арабских государств, который со всех сторон ударит по Израилю одновременно. То есть будет стоять вопрос вообще выживания Израиля в этой войне. То есть Хамас начинал... Это только был фитиль под пороховой бочкой. Он провоцировал Израиль, втягивал его в ловушку. А Соединенные Штаты понимают, к чему это идет, что через Израиль и через вот эту региональную войну вообще могут втянуть Соединенные Штаты для того, чтобы подорвать их авторитет. Продемонстрировать как минимум то, что их корабли тоже можно подбивать, танки уничтожать, там самолеты сбивать и так далее. Что они не бессмертные какие-то с другой планеты. Это вдохновит весь арабский мир на продолжение борьбы, на активизацию этой борьбы. И, конечно же, это может не только быть региональный конфликт, это может перерасти в противостояние цивилизации, о которой говорил Самуэль Хантинг в 1996 году. Это может быть противостояние западной цивилизации и ислама. И тогда будет гореть всюду. И в Соединенных Штатах, и в Европе, где есть умо исламское, там и будет гореть. И тут в игру вступает Китай? Ну, то есть, по сути, не только Китай, а вот та самая встреча между лидерами Китая и Соединенных Штатов Америки. И это будет, как вы считаете, основным вопросом обсуждения? Я думаю, что вопросов будет много. Но среди прочих будет и Ближний Восток. Потому что Ближний Восток, вот тот сценарий, который мы рассмотрели, я думаю, что его также проговорят с Соединенными Штатами. И я думаю, что и Китай, и Соединенные Штаты на данном этапе, они не заинтересованы в том, чтобы запылал весь мир и чтобы было противостояние такое. Но, естественно, Китай попросит что-то взамен. А что дадут Соединенные Штаты взамен, ну, сложно сказать. Это закрытый вопрос. А насколько вообще у Китая есть возможность торговаться с Соединенными Штатами Америки, учитывая, например, что значительная доля экономики Китая в зависимости находится от и Европы, и Соединенных Штатов Америки? Они находятся во взаимной зависимости. Неправильно говорить, что Китай зависит от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты точно так же зависят от Китая. Две трети капитала, которые зарабатываются высокотехнологичными компаниями, вкладываются в разработки того же искусственного интеллекта и так далее, зарабатываются на рынке Китая. Китай тоже является большим рынком сбыта, где там целые отрасли промышленности и большие предприятия работают. Китай является держателем ценных бумаг. Вторым после Японии американских фактически регулирует дефицит бюджета, скажем так, или поддерживает дефицит бюджета Соединенных Штатов. А этот вопрос стоит остро. Каждый год там поднимается потолок дефицита бюджета. И это прям политическая такая борьба. Знаете, что надо экономить, но экономить не получается. И поэтому поднимают этот потолок, выпускают эти ценные бумаги. Вот их скупает Китай для того, чтобы иметь финансовый рычаг влияния на Соединенные Штаты. И плюс к тому банковский кризис, плюс к тому многие экономические вопросы сейчас ослаблены Соединенные Штаты. Ну, как и Китай, в принципе, ослаблены. Поэтому они вдвоем не заинтересованы, чтобы пылало-полыхало в мире. Не заинтересованы в прямом противостоянии. И поэтому они будут маневрировать и договариваться друг с другом, как не допустить вот такого горячего противостояния. Да, конкурировать будут, потому что режимы по сути, по своей идеологически разные. Сформировались два лагеря демократических и персоналистских режимов, уже отчетливо видно. Но надо договариваться о правилах, как они будут взаимодействовать. А что может стать главным камнем прикновения на этой встрече Байдена и Си? Я думаю, Украина. Я думаю, Украина как фланг одного фронта. Если на Ближнем Востоке, с одной стороны, более взрывоопасно, но в то же время может и решиться вопрос. Допустим, если Соединенные Штаты смогут договориться с Саудовской Аравией, которая противостоит тому же Ирану и всегда противостояла, несмотря на то, что их помирил Китай, опять же, Саудовскую Аравию и Иран. Исторически они являются противниками. И вот конфликт, например, в Йемене, он и показывает, что там линия разлома такая между шиитами и суннитами. Юг – это сунниты, а север – это шииты, поддерживаемые Ираном. И вот противостояние, там борьба. И не только там. Так вот, если, кстати, Саудовская Аравия накануне того, как была провокация Хамаса, они должны были с Израилем подписать договор, где признается Израиль, Саудовская Аравия, как государство, имеющее право на существование, скажем так, на палестинских землях. И тогда бы стал вопрос об организации палестинского государства. Ну, следующий вопрос. Раз признала ключевая страна арабского мира, которая хранит, так сказать, реликвии ислама, ну, моральный лидер, скажем так, исламского мира, то дела могли бы пойти совершенно по другому сценарию. Но понимая это, Иран понимая это, и понимая, что тогда он станет не нужен со своими прокси, такими как Избала, Хамас, и его роль будет значительно уменьшена на Ближнем Востоке и вообще в исламском мире, я думаю, что это было одним из поводов, почему они спровоцировали именно для того, чтобы не допустить подписания такого договора. Так вот, если Вашингтону удастся договориться с Саудовской Аравией и сейчас как-то совместно действовать на то, чтобы уменьшить вот эту спираль противостояния, то я думаю, что все-таки можно избежать вот этой региональной войны, а в последующем и войны цивилизации, столкновения цивилизации. Руслан, спасибо большое. Руслан Осипенко, дипломат, эксперт, международник, присоединялся к нашему эфиру.